Сегодня мы проводим эксперимент-акцию. У нас есть тренажерная система. Это автомобиль, который может регулировать сцепление колес с проезжей частью дороги. Тренажерный комплекс, который мы располагаем, он уникален тем, что мы сможем с помощью пульта управления задавать сцепление с дорожной поверхностью передней и задней оси независимо. За счет гидропривода, который имеется на автомобиле, и специальных гидроцилиндров на платформе под передней и задней осью. Раздельно с помощью пульта мы можем приподнимать заднюю или переднюю части автомобиля, тем самым изменяя ее сцепление этой оси, которой мы оперируем с землей. Таким образом, в случае приподнятия, например, передней оси с помощью любых из клавиш, мы можем сделать такую дорожную ситуацию, когда машина очень плохо реагирует на руль. Это очень часто бывает зимой, когда автомобиль передними колесами попадает на гололед. Водитель поворачивает руль, пытается повернуть, но машина его не слушается. При повернутом руле, например, налево, она продолжает идти прямо, или же не подчиняется строго его команде, идя по большему радиусу. Как быть в этой ситуации, это уже отдельный разговор. Но факт, что мы можем эти ситуации задать, можем это сделать как неожиданно, так и ожидаемо для водителя с целью тренировки. И таким образом мы можем как тренировать водителей для того, чтобы ездить в скользких дорожных условиях, так и показывать им, как они теряют управление, что именно происходит с автомобилем вот в этой ситуации. В другой ситуации мы можем моделировать ее, изменяя дорожный просвет, изменяя сцепление с дорожной поверхностью, задние оси. В этом случае уже при ошибках управления будет возникать занос. В любом случае, как бы мы ни оперировали этими осями, передней или задней, мы можем очень четко показать любому водителю, что летняя резина, когда мы меняем коэффициент сцепления, например, обеих осей, это совсем не гуд, это совсем нехорошо в зимних условиях. Поэтому самым главным постулатом безопасности это хорошее сцепление с дорожной поверхностью. Без зимней резины никуда. Мы будем останавливать водителей, предлагать им пройти своеобразный эксперимент, проехать дистанцию на нашем тренажере. В первом случае будет выставлено хорошее сцепление колес с проезжей частью дороги. Это будет имитировать езду на скользкой дороге на зимних шинах. И во втором случае дистанцию необходимо будет пройти со слабым сцеплением с проезжей частью дороги. Тренажер позволяет это сделать. То есть водитель во втором случае ощутит себя на проезжей части дороги на скользкой, именно когда на автомобиле стоят летние шины. Идем к змейке, да? Да, идем к змейке. С правой стороны не вожгли. Проезжайте, проезжайте. Вот, здесь поворачиваете налево, и разворот идет, чтобы с левой стороны идти конуса были. Обходим так же, да? Да, обходим так же, и снова змейкой возвращаемся обратно. Давайте обратную сторону. Вот так же, да? Да, все же, наверное. Когда смотришь перед капотом, когда автомобиль начинает вращаться, никогда не поймешь, в какую сторону крутить руль. И здесь для того, чтобы тренироваться, прежде чем сажают водителя за руль, в спорте или где бы то ни было, сначала нужно ждать нормативы по вращению руля, понимать, куда смотреть, как смотреть, какая скорость опасна, какая безопасна. То есть, решают направление взгляда и решает техника работы рулевым колесом. Есть разница, безусловно. Зимние шины обязательно зимой, я считаю. Не всегда так считал. И чем шины лучше и качественнее от нормальных производителей, тем качественнее сцепление с дорогой и управление автомобилем. В том числе, это и безопасность. Ну, все мы и сами передвигаемся и возим своих родственников, поэтому, безусловно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!